В республике прошел театрально-отчетный марафон. Он посвящен медикам Чувашии, которые уже 14 месяцев несут круглосуточную вахту, борясь с коронавирусной инфекцией. Перед врачами АЛЛАТРА выступил Чувашский государственный ансамбль песни и танца. В Канашеев-Чубоксарах состоялись театральные спектакли, все это бесплатно. Акция «Спасибо вам, родные доктора» проходит при поддержке правительства Фонда развития Перлен и Союза женщин Чувашии. Нет, я все равно ей об этом скажу. «Ужин по-французски» – это спектакль-комедия, которая позволила врачам ненадолго отвлечься от работы и окунуться в увлекательную историю. Это возможность увидеться с коллегами и поговорить на отвлеченные темы. Ведь именно этого в последнее время медикам не хватает больше всего. Но даже в минуты отдыха они не забывают о своих пациентах, которые борются с опасным недугом. Вы знаете, это глаза больных. Их надежда в этих глазах. Никогда так близко ты не чувствовал пациента, как вот в эти месяцы работы. Надежда. Вот никогда так надежда в их глазах не читалась. Я призываю всех жителей нашей республики, если у них нет противопоказаний, безусловно, привиться. Я привил себя, свою семью, 82-летнюю маму, 80-летнюю тещу. И делал это не потому, что мне это приказали, потому что считаю, что по-другому, но просто мы не справимся с инфекцией. В рамках акции многие доктора получили благодарственные письма президента страны за самоотверженный труд и высокий профессионализм. Им присвоены почетные звания «Заслуженный врач Чувашской республики». Ольга Антонова работает детским врачом-неврологом более 10 лет. Ей вручили почетную грамоту Министерства здравоохранения Чувашия. Надо любить свою работу, надо любить детей. Когда любишь детей, получается им помогать, потому что ребенок, особенно маленький, он не может сказать, что у него болит. И по внешним данным, по каким-то обследованиям мы должны понять ребенку, что у него болит, какие у него проблемы. И исходя из этого, помочь этому маленькому человеку оздоровиться, выздороветь. Лилии Осейновой, фельдшеру скорой медицинской помощи села Батырево, вручили благодарственное письмо президента страны. Она считает, что это награда – заслуга всего коллектива. Мы работали уж по две ставки с лишним, потому что работать некому было. Все на больничные уходили. Через сутки, через сутки работали. Трудности были, конечно. Медики Чувашии по-прежнему на передовой. Спасибо, говорим все мы, как можем. И вот сегодня наши артисты тоже сразу на низких площадках говорят спасибо. И все мы присоединяемся к этому слову спасибо. Огромное спасибо, дорогие доктора, дорогие врачи, дорогие медсестры. Вам тоже здоровья, прекрасного настроения и удачи делах. Ольга Алексеева, Алексей Зотиков, Бахтияр Велиев, Республика.